Потому что на самом деле у каждого из нас есть своя миссия, так или иначе. Каждый из нас, я думаю, чувствует свое предназначение где-то в глубине души. Кого-то это пугает, кого-то восхищает, кто-то, к сожалению, пока еще не может себе в этом признаться, но уже ощущает это. И бывает такое, что человек, вот он работает на высокооплачиваемой работе, но, к сожалению, он не чувствует ничего, он это делает как робот. Другой же человек работает на менееоплачиваемой работе, но он счастлив. Вот меня как-то спрашивала одна девушка, что мне делать. Вот я выучилась на врача, ветеринара, но у нас тут совершенно плохо платят абсолютно, что я начинаю уже жалеть, правильно ли я сделала, чтобы пошла на эту профессию. Я ей говорю, ну почему? Конечно, правильно. Главное, чтобы получать от этого удовольствие, ведь на самом деле за границей ветеринарам очень хорошо платят. Поэтому не нужно ни в коем случае себя сковывать рамками этой страны. Вы выбираете себе профессию, сходя из вашего желания, и потом, в последующем, когда вы будете получать от этого невероятное вдохновение, вы сможете переехать и еще и на этом хорошо зарабатывать. Поэтому очень важно найти свою миссию, какой бы она вам ни казалась, может быть волшебной или несбыточной, далекой. Главное это осознать, и прийти к ней уже будет намного проще. Главное позволить себе ощутить, что действительно вы этого хотите, и вы не боитесь действовать. Ведь вы не можете поразить цель, если вы не знаете ее. Поэтому, как я уже и говорила, очень важно будет на этом семинаре, вот в этом первом дне, все-таки найти для себя эту цель. Поэтому я всех вас попросила взять в тетради, и нужно будет очень многое писать, кое-что там записать на листе, мне сдавать, чтобы, ну, понятное дело, что анонимно, без всяких подписей, чтобы я примерно представляла. Хотя, в принципе, и так представляю, но лучше всего, если я буду читать каждого из вас и давать определенные советы. Также цели должны быть позитивными, четкими и конкретными, честными и осознанными. Главное, вы должны знать, что это точно ваши цели, ни в коем случае не навязаны. Очень много людей, к сожалению, сталкивается с одной проблемой, когда он воспринимает чужие цели за свои, и самое парадоксальное и самое сложное в этом, когда эти цели идут от любимого человека, от вашей пары. Вы влюбляетесь так в человека, что вы просто-напросто уже начинаете себя с ним ассоциировать, и вам на полном серьезе кажется, что это реально ваши цели. Я много таких людей, к сожалению, с такими сталкивалась, когда они жили с другим партнером, или не с таким доминирующим, может быть, который подмял под себя. Они были такими интересными личностями, со своим внутренним миром, со своими интересами. Но вот как только появился на горизонте вот этот партнер, они вообще настолько меняются до неузнаваемости. И в итоге, через некоторое время они стухают, у них абсолютно пропадает вдохновение, они как-то становятся странно, как-то выглядят. Ну, в общем, меняются, хотя они уверены, что это все только во благо, но когда партнер их замечает, что они вот так вот изменились, они им просто становятся неинтересны. Потому что изначально людям интересен тот человек, который имеет свое мнение, который все равно имеет свои собственные интересы, потому что это очень важно. Когда человек полностью перенимает у партнера все его цели, желания, идет, грубо говоря, за ним как хвостик, партнеру потом тоже этот человек становится через некоторое время неинтересен. И что у того человека остается? Он остается у разбитого корыта, без своих собственных целей, он просто потерян, вообще оторван от жизни. Поэтому я вас всех призываю внимательно обратить внимание, случайно нет ли у вас такого, что ваш любимый человек навязывает вам свои цели, а вы принимаете их за свои. Ведь это очень опасная скользкая дорожка, потому что многие люди настолько любят своих партнеров, что они просто-напросто не замечают этой грани. Но потом, когда замечают уже настолько поздно, что просто уже приходится очень долго восстанавливаться после этого. Может, у кого-то были подобные случаи, кто-то хочет об этом рассказать. Жалко, что никто не заявляет желание это сделать, но в скором времени будут такие техники, что вам придется их выполнять. И я буду беспощадна.